Дорогие братья и сестры, на библейский портал Экзегет поступил такой вопрос. В чем ценность целомудрия? Почему любящие друг друга люди не могут сблизиться? Чем опасен блуд? Ну, конечно, прямо скажу, что вопрос этот давно нам известный, и вообще дело такое сейчас в современном мире, это очень дело неблагодарное, пытаться защищать целомудрие, обвинять блуд. С одной стороны, все вроде бы знают, что это плохо, а с другой стороны, все вот так вот как-то привыкли жить, и поэтому говорить об этом, ну, это просто какие-то слова на ветер. Ну, братья и сестры, вы просто вот представьте, что вы заходите в прекрасный сад с яблочными деревьями, и представьте, что вот вы смотрите на этот сад с яблоками, а каждое яблоко, оно уже надкусано. Вот просто представьте, какая это жуткая картина. Деревья усыпаны яблоками, и каждое яблоко уже кем-то надкусано. Или входите в сад с цветами, и все верхушки, все бутоны уже сорваны. Розы, там только одни листики да колючки, ни ромашек, ничего, никаких цветов. Все уже кто-то сорвал, подышал немножко и выбросил. Вот как, знаете, у Лермонтова в романе «Герой нашего времени» Печорин, он так и рассуждал, что вот есть какое-то такое неизъяснимое наслаждение возобладать вот этой вот первой такой любовью, когда ты встретил вот эту еще невинную душу. И вот нужно насладиться ею, как первым ароматом цветочка, а потом, надышавшись полной груди, выбросить на дорогу, а вось кто-нибудь подымет. И вот наша жизнь, на самом деле, она и представляет собой именно вот эту страшную картину, что кто-то уже надышался, сорвал этот цветок, надышался, выбросил. Ну, пусть кто-нибудь второй там подымет, третий. Вот эти яблочки надкусили и оставили, и вот так они, эти яблони, увешаны яблоками надкусанными, да. Ну, сами понимаете, что ведь тело человеческое – это же не какой-то мешок для навоза, да. Вот Священное Писание постоянно нам говорит, что тела ваши созданы как храмы Духа Святаго, то есть чистоты, невинности, целомудрия. Вот как об этом апостол Павел говорит в первом послании к фессалоникийцам, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Да, то есть тело как сосуд чистоты, и на самом деле вот это всегда и привлекает. Когда нам встречается вот такой невинный человек, да, который хранит девство, то это даже внешне привлекает, и это выглядит намного красивее, чем, ну, тот, кто себя вот всем уже раздал, да, как какой-то предмет многоразового употребления. Да, и апостол Павел пишет, вот именно соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. То есть вот этот сплошной блуд, он проявление язычества, а язычество, кроме горя, ничего не принесет. Вот, и прямо скажу, ну, я, конечно, не такой, чтобы вот очень там опытный духовник, но люди же все равно приходят делиться своим опытом, а потом кого-то ты лично вот знаешь на протяжении нескольких десятилетий, и вот встречаешь, ты вот, вот она была вот и девушка, да, проходит уже несколько десятилетий, вот уже ей далеко за сорок, а она все не замужем. А почему не замужем? Ну, потому что все время вот хотела как-то вот насладиться вот этими связями добрачными, то там, то сям. И вот как одна женщина исповедовалась, она говорит, что мы вот когда молодые были, то мы думали, что вот эти интимные отношения, ну, это просто вот нам радость приносит, да, ну, просто вот такая вот форма юношеской радости. А потом из-за этого стало страшно, и уже вот душа чего-то вот не имеет. То есть вот этот опыт блуда, он привнес какие-то внутренние изменения, которые не дают дальше спокойно жить. То есть каждый опыт плотского страшного греха, он привносит какую-то вот страшную печать на твою душу, и вот эта печать, она не дает уже по-нормальному дальше существовать, и очень многие, они поступают вот по какому принципу? То есть добрачные вот эти связи интимные, они выработали определенные правила, да, то есть знакомство с противоположным полом непременно предполагает интимную связь. И потом вот когда они вступают в брак, то поначалу вот они друг другом удовлетворяются, но проходит какое-то время, они успокаиваются в отношении друг друга, и тогда наступает страшный вот соблазн, надо искать еще кого-то нового. То есть они до брака привыкли, что вот одни с одним пожили, потом насытились друг другом, перешли к следующим. И вот тут то же самое. Наступает брак, насытились друг другом, и хочется опять вот идут внутренние позывы найти еще кого-то. И очень тяжело с этим совладать, потому что изначально они не настраивались прожить всю жизнь только с одним человеком. И хотим мы или нет, но блуд, он всегда приносит несчастье, но поначалу это не замечается, потому что это самая сладостная страсть, я бы так сказал. Нет такой греховной страсти, которая приносила бы еще такое удовольствие, как именно вот эта вот страсть, особенно в юном, молодом возрасте. Но проходят какие-то года, десятилетия, и человек непременно видит крушение своих юных наивных надежд, насытится этими страстями. И мы постоянно видим вот эту картину, которая в художественной литературе, начиная еще с Карамзина, с его бедной Лизы, которая, будучи чистой, уступает себя в порыве своих романтичных чувств юноше, ей понравившемуся. А потом он говорит, ну, извини, ситуация изменилась, мы уже не можем быть вместе. И зачастую гражданские браки вот так вот заканчиваются, что, ну, пожил парень там вместе с ней. Потом говорит, ну, извини, мы не можем быть вместе, ситуация у меня изменилась. А почему? Да потому что изначально они и не настроены были на серьезное отношение друг к другу. То есть вот об этом говорит сама жизнь. И поэтому я понимаю, что невозможно, наверное, кому-то вот вдолбить специально вот эти истины. Ну, пусть тогда сама жизнь будет им уроком. И нахлебавшись вот этой вот мути, они сами потом поймут, почему же так вот внутри все отравлено, да, вот этот жизненный такой токсикоз. А из-за того, что ты набрался вот этих вот миазмов греха, блудилищного, да, и поэтому, если ты в болоте в этом постоянно сидел, то вот из-за этого у тебя и грязно внутри, и нет ни мира, ни чистоты, ты не можешь создать семью, если создал семью, не можешь ее сохранить. А я отвечу, почему? Да потому что семья, она предполагает терпение, и даже очень и очень много терпения. Если у тебя нет терпения, ты семью не сохранишь. Вот полгода друг другом понаслаждаетесь и разбежитесь. Да, или там два года, у кого сколько, хватит. Для семьи нужно очень и очень много терпения, чтобы уже ты понимаешь, что вот не ради себя, не ради своих удовольствий, а ради того, кого любишь. А терпения не будет у того, кто до брака привык удовлетворять свои плотские желания. У него терпения нет. Поэтому и в браке ему очень и очень трудно. Ему тяжело сохранить. Он не научился терпеть и преодолевать свои низменные страсти. Ну, что сказать? Вот дай Господь каждому из нас какой-то вот правильный выбор осуществлять в этом отношении. Но надо полагать, конечно, никому мы не можем навязать свой взгляд, что все-таки более счастливы те люди, которые хранили чистоту брака, а в чистоте хранят взаимную верность. Дай Господь все нам рассудительность, терпение и дух взаимной любви. Спасибо Господь, дорогие братья и сестры!